Сегодня возобновилась организованная перевозка по маршруту Портэкономия, деревня Реушинга. В поселке зарегистрировано и постоянно проживает 17 человек. Доставлять их на Большую Землю и обратно будут с помощью аэросаней Амфибия. Расписание ближайших рейсов уже составлено. В дальнейшем аэросани будут работать также по заявкам жителей два раза в неделю. В случае острой необходимости будут привлекаться силы МЧС. Подробную информацию можно получить в администрацию округа по телефону 246-005. Полицейскими задержана молодая семья, промышлявшая наркотиками. У них изъято несколько свертков с гашишем. При осмотре квартиры, в которой проживали задержанные, полицейские обнаружили еще около полутора килограммов наркотических средств. Полицейские полагают, что преступной деятельностью молодая пара занималась на протяжении нескольких месяцев через так называемые тайники. Оба задержанных нигде официально не работают. Возбуждено уголовное дело. Молотая пара воспитывает годовалого ребенка. 18-19 ноября 2016 года во всех налоговых инспекциях страны, в том числе и в Архангельске, пройдут дни открытых дверей, приуроченные к уплате гражданами имущественных налогов. Кроме того, налоговики подробно расскажут о работе онлайн-сервиса ФНС России, в котором будет организован доступ через интернет. Напомним, уплатить имущественные налоги за 2015 год необходимо не позднее 1 декабря. Исполнить эту обязанность должны более 776 тысяч жителей Архангельской области и Ненецкого автономного округа. Общая сумма этих налогов составляет порядка 1 миллиарда 300 миллионов рублей. В Архангельске продолжается сбор новогодних подарков для детей Луганска и Донецка. Также гуманитарную помощь собирают в других городах и районах Поморья. 1 декабря гуманитарная колонна из Архангельской области отправится на Донбасс. Рады любой помощи, сладким подаркам, детским игрушкам, тетрадям. У Луганска есть там дом престарелых, 126 или 128 старичков там, и они плохо, я думаю, они достойные. Хоть крупы и привезем до сахара, что можно, то и привезем. А мягкие игрушки все в Дебальцево. Адреса точек сбора новогодней гуманитарной помощи вы видите на своих экранах. Они будут работать до 30 ноября. Сегодня в Архангельске пройдет 10-й областной конкурс художественного слова «Языка. Наша небесная красота». В этом году он посвящен празднованию 305-летия со дня рождения Михаила Васильевича Ломоносова. Конкурсные прослушивания участников пройдут в трех номинациях. На поэтическое соревнование съедутся чтецы, участники литературно-музыкальных театров из Верхней Тоймы, Мизени, Каргополя, Архангельска, Северодвинска, Холмогорского, Пинежского и Леготского районов. Самым юным из них 12, а самым старшим 78 лет. Сегодня в Архангельске ожидается облачная погода. Снег, гололед, ветер юго-восточный умеренный, температура днем от 0 до минус 3 градусов. Атмосферное давление будет слабо расти, тип погоды второй благоприятный. Впереди выходные, проведите их с пользой и смотрите выпуски программы «Сейчас в регионе» на канале ПС. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова